Музыка Коллеги, большое спасибо, что пришли меня послушать. Сегодня я буду рассказывать про ETW. Сегодня уже было, на самом деле, два доклада. Сначала мы посмотрели, как Perfew использует ETW, затем ETW связка с WCF. Но я расскажу, как нам, .NET-разработчикам, использовать его в наших приложениях для кастомного логирования. Чуть-чуть про себя. Меня зовут Сергей, я .NET-разработчик, работаю в компании .Mailer. Наверное, как вы уже слышали сегодня, ETW – это аббреватура, который означает Event Tracing for Windows. На сегодняшний день это основной механизм трассировки на платформе Windows, который позволяет нам в одном файле видеть как события режима ядра, так и пользовательского ядра. Почему я решил о нем поговорить? Поскольку в версии .NET 4.5 у нас наконец-то появились оберки для работы с ETW из .NET. Но начну я, наверное, с проблемы. Зачем же все-таки нам нужен еще один механизм для трассировки, для логирования? У меня здесь пример лога, который был сделан с помощью N-лога. На самом деле это очень хороший пример. Здесь формат CSV. Мы уже каким-то образом можем его автоматически обрабатывать. Есть такие утилиты, как LogParser от Microsoft, который позволяет подобным синтаксисом работать с CSV-файлами. Но проблема этого файла даже не в том, что у нас здесь во второй строчке мы логируем пароли. Проблема файла в том, что каждая запись содержит не только данные, как, например, ID-шка юзера, но также мета-информацию, то есть что конкретно происходило на системе. Под мета-информацией можно еще видеть инфо, то есть уровень лога. И такой формат называется weekly typed logging. Но есть решение этой проблемы. Это называется strongly typed logging, либо семантический логинг. Что он позволяет нам делать? Во-первых, он предоставляет нам схему для всех событий. То есть у нас есть описание всего того, что мы можем логировать, плюс описание всех данных, которые у нас приходят с событиями. Вдобавок к этому у нас есть мета-данные, схема для мета-данных. То есть мы можем видеть, какой уровень лога и прочую информацию. Ну и как несложно догадаться, ETW — это пример семантического логинга. ETW — у него есть XML-схема или манифест с описанием всего того, что он может производить. Соответственно, у нас появляется возможность это все дело автоматизировать. Если в предыдущих примерах для автоматизации, ну, лично опираясь на свой опыт, скажу, когда приходят сотни мегабайт файлов, либо гигабайт CSV файлов, обычно заканчивается тем, что я сажусь, начинаю писать какие-то консольные аппликации, PowerShell скрипты, в случае с ETW у нас есть схема, и не надо обязательно парсить каждую строчку, выдирая из нее что-то нам нужное. Помимо этого, ETW позволяет делать версионирование. Допустим, одновременно в продакшене у нас находятся две версии продукта. И все две они отправляют в логи. Как с этим бороться? Мы просто задаем версию для каждого события, и уже на стороне, там, где мы обрабатываем, мы берем внимание версию и, соответственно, делаем необходимую обработку. Еще один хороший плюс ETW – это то, что он очень быстрый. По заверениям разработчиков, логирование десяток тысяч событий в секунду загрузит наш процессор менее чем на 5%. На самом деле здесь все зависит от того, что мы логируем, насколько длинные у нас записи. Поэтому логирование даже, я такое встречал, сотен тысяч событий в секунду, возможно, не очень сильно сказывается на перформансе. Соответственно, это говорит нам то, что мы можем ETW использовать на продакшен-системах. Помимо этого, ETW для каждого события генерирует тамстэмп. И у этого тамстэмпа разрешение 10 наносекунд. Мне в наносекундах думать тяжело, поэтому для примера такт процессора на современных интеллских машинах – 0,25 наносекунд. По сути, каждые 40 тактов мы можем получать новый тамстэмп. Скорость, быстрота работы ETW также получается из-за того, что отсутствие глобальных блокировок. Если в случае записи файл, у нас есть какой-то лог, то в случае ETW мы при первом обращении создаем буферы, их инвестируем в памяти, а дальше каждое событие просто туда добавляется без каких-то либо блокировок. Если есть буферы в памяти, соответственно, мы можем что-то потерять. Но эта проблема не столь большая на самом деле. Во-первых, мы контролируем, что мы пишем в эти буферы. Во-вторых, мы контролируем их размер. Поэтому на практике обычно это пару запусков, после которых можно определить размер необходимого нам буфера. Если я еще не убедил, стоит использовать ETW, не стоит использовать ETW, то в качестве примера я бы показал исходники .NET. Сейчас на GitHub доступна следующая версия. Есть два файла event-trace.app, event-trace.base.h. В этих файлах, наверное, буквально вся работа с ETW. По сути, .NET логирует каждое свое действие с помощью ETW. Там буквально сотни событий для garbage-коллектора, для threadpool, для just-in-time компилятора. Перед тем, как посмотреть демо, пару слов про архитектуру. В ETW важным являются три момента. Это event-provider, event-session, event-consumer. Сверху красненьким – event-source, trace-event-session и trace-event-source – это имена классов из .NET, которые выступают как обертки для конкретных сущностей из архитектуры. Значит, а что такое провайдер? По сути, провайдер – это то, что мы у себя в приложении должны реализовать, чтобы отправлять события. То есть он проявляет события, он вызывает ETW API, но его свойство такое очень важное – то, что он должен иметь уникальный ID. То есть все провайдеры на системе должны иметь свой ID. Гуиды запоминать на самом деле очень тяжело, по крайней мере для меня. Поэтому есть такой хороший RFC, называется 4122. Этот RFC говорит, что если у вас есть имя, из вот этого имени можно сделать гуид. Если же мы будем следовать конвенции имя нашей компании, имя продукта, имя логера, то есть сделать его уникальным, то в этом случае, вот благодаря RFC 4122, мы сможем получать уникальные ID. Следующий момент – это event-session. На самом деле event-session – это центральный компонент всей системы. То есть она управляет логированием. Она его начинает, она его устанавливает, она говорит, что мы хотим логировать. То есть с помощью нее мы можем сказать, из такого-то провайдера мы хотим записывать только события начала транзакции, открытия страницы, только эти два события. Вот это все позволяет делать event-session. Ну и такая последняя ее возможность – она определяет, куда писать логи. Логи можем писать либо файл, кольцевой буфер, либо на диск, тоже поддерживаются кольцевые буферы. Ну и последний компонент – event-consumer. Наверное, здесь уже очевидно, что он обрабатывает логи. То есть его задача входит вычитать логи, как-то сагрегировать и предоставить нам те данные, ради которых мы, собственно, запускали весь логинг. Если посмотреть, как это взаимодействует, то для логирования нам необходимо, по сути, event-session, event-provider. Больше ничего. Event-session все это дело включает. Важный момент. Пока event-session не добавила провайдер, провайдер события не посылает. По сути, если нас никто не слушает, мы не платим никакой своей производительностью за то, что у нас в программе есть ETW. Ну а потом event-provider пишет данные в файл, либо в память. На практике event-provider, event-session могут быть как разные приложения, так и входить в состав одного приложения. Ну и последний момент – это то, как все-таки происходит обработка. Обработка происходит так, что мы берем конзюмер, передаем ему файл, в котором лежат наши события. События и вообще сам файл – это бинарный формат, поэтому для его десерилизации нужна схема. Откуда взять схему? Есть два варианта. Первый вариант – каждый провайдер схема может зарегистрировать в системе. Проблема в том, что при следующем диплое, в следующих диплоях нашего приложения нам придется перерегистрировать провайдер каждый раз. Это, наверное, не совсем удобно, поэтому есть второй вариант – динамические провайдеры. На самом деле, второй вариант – это основной вариант .NET. По нему первое событие, которое отправляет .NET провайдер – это отправить свой манифест. По сути, в .NET в файле с логами у нас также первым событием будет лежать манифест. Сейчас мы перейдем к примерам. Например, я покажу, как использовать .NET API для ITW, как логировать наши кастомные логи с помощью Perfew, как использовать Microsoft Diagnostic Tracing Logging. Эта библиотека, по факту это исполняемый файл, разрабатывался командой Bing и позволяет логировать ивенты в консоль в режиме реального времени. После этого мы глянем на Slab, Semantic Logging Application Block, который является частью Enterprise Library и который заточен под работу с ITW. Ну и в конце мы посмотрим разницу между out-of-process логированием и in-process логированием. Давайте посмотрим наши примеры. На самом деле, первый вопрос, на который нам стоит ответить, а как, собственно говоря, включить ITW в нашем приложении? Делать это довольно просто. Я подготовил веб-приложение, и для того, чтобы начать работать с ITW, нам необходимо сделать класс Application Logger, который необходимо унаследовать от класса Event Source. По сути, вот на этом этапе вся креативность заканчивается. Дальше каждый аспект этого класса, он описывается соглашениями. И по соглашению мы должны задать нашему логеру ID-шку либо имя, делаем это через атрибут. Ну а в следующий момент мы должны создать статический инстанс нашего логера, чтобы через него писать. Ну а дальше каждый метод в нашем классе – это отдельное событие. К примеру, TransactionStop метод, если мы его вызовем, он будет посылать событие TransactionStop, которое мы передаем в качестве данных TraceIdentifier, ну а уже внутри самого TransactionStop мы пишем через вызов в WriteEvent в ITW. Важный момент, ID-шки, вот эти, в данном случае это 6, вот эти ID-шки должны быть уникальны для каждого метода. Нельзя создать класс логера, чтобы было два вызова с одинаковой ID-шкой. В базовый класс предоставляют документы как isEnabled. По сути, можно писать как вот в TransactionStart, оборачивать в isEnabled, но по факту выигрыш с перформансом мы не получаем. Основное, зачем нужен isEnabled, это только для того, если до записи самого ивента нам необходимо сделать какую-то обработку наших параметров. ITW.NET, его часть, дает также возможность более детальной настройки каждого события. Можно это сделать через атрибут event. Опять-таки передаем сначала ID-шку, потом можем указать уровень, с которым мы логируем. В данном случае это informational и еще critical. После этого опциональный task. Task – это наша бизнес-какая-то сущность, то есть то, что мы, собственно, сейчас делаем. Ну и в конце можно передать кейворды. И task, и кейворды – классы, которые, опять-таки, по конвенции пишутся примерно так. Это не единственный способ, как можно отправлять события в ITW. Еще мы их можем отправлять динамически. Для этого что мы делаем? Мы создаем новый инстанс event source, создаем ему имя, передаем настройки, и в конце можем вызывать просто класс localwrite. Проблема, что здесь мы не можем задать, например, ID-шку. Итак, если мы сейчас запустим наше приложение. Оно работает. Возвращает какие-то данные. Следующий момент, который необходимо сделать, а как, собственно, из него уже начать получать события. В первом примере мы посмотрим, как это можно делать с помощью .NET API. А делать это на самом деле очень просто. Нам необходимо инстанцировать класс trace event session, передаем ему имя сессии, имя файла, куда мы хотим записывать наши логи. Затем включаем провайдер, передаем ему имя, и на этом все. Если мы сейчас это запустим, то происходит следующее. Наш webbub пишет в ITW, а в консольной аппликации мы эти логи вычитываем. При работе с ITW, при написании своих сессий, необходимо помнить, что они включаются на всю машину. Поэтому, если ваше приложение, логер, умирает, есть опасность не закрыть сессию. Но, чтобы с этой проблемой хоть как-то справляться, есть такая утилита, называется logman. Если передать ETS query, она вернет все провайдеры, которые в данный момент запущены. Вот здесь вот мы можем видеть SPB session запущен в данный момент. Также мы можем узнать детали нашей сессии. В деталях увидим, куда мы пишем на диске, и какой логер у нас в данный момент включен. Давайте сделаем пару запросов, чтобы отправить события в наш файл. Обычно задержка от, собственно говоря, возникновения события до его появления в логере составляет пару секунд, 3-5 секунд. Я думаю, достаточно. Закрываем наше приложение. Закрыли. Что мы видим на диске? На диске появился новый файл. Называется output.etl с размером 1 мегабайт. Помимо этого, .NET API позволяет также ивенты обрабатывать. Что делаем? Мы инстанцируем класс event-source, передаем имя файла, подписываемся на все динамические провайдеры, на все события, и в методе print-event мы на экран выводим имя нашего события, выводим также данные, которые в нем есть. Можем взять имя. Ну и в конце выводим timestamp от начала трейса. Если это дело запустить, что мы видим на экране? На экране мы видим все наши логи. Плюс первое, что здесь в самом верху есть, это манифест data. То есть тот манифест, который .NET отправил в файл. На самом деле использование .NET API, оно не всегда удобно. Поэтому во втором примере я покажу, как можно использовать Perfew для логирования. Я подготовил файли collect.bat. Это скрипт. Что он делает? Он запускает Perfew, передает с командой collect, и включает один провайдер, только один, наш провайдер. Company name, product, uplogger. Стоит заметить, что есть здесь звездочка. И эта звездочка говорит о том, что сгенерируй, пожалуйста, из имени нашего провайдера его идишку. Также мы здесь задаем размер буфера. Если сейчас это запустить, откроется Perfew. Он начал логировать. Время отправлять события. Отправим пару событий. Давайте еще чуть-чуть. Я думаю, хватит. Чтобы завершить логирование, необходимо нажимать S. Нажимаем S. Лог сохраняется на диск. Сохранился. Давайте посмотрим, что получилось. Что получилось? На диске появился файлик 3 мегабайта с именем, имя моей машины, текущее время. Его теперь можно открыть с помощью Perfew. Я думаю, за сегодня те, кто был на предыдущих докладах, уже привыкли к инженерному виду Perfew, к его инженерному интерфейсу. Я бы лучше не сделал, если честно признаться. Какой у него интерфейс? Слева у нас какие-то репорты. Их можно открыть. Первое, что мы откроем, это event stats. Он показывает статистику по всем ивентам. У нас 283 события. Из них пэчстарт и пэчстопов по 28. Что наводит на мысль, что все события завершились. Что все реквесты завершились. Но то, на что мы посмотрим, это на самом деле ивенты. У ивентов в репорте ивенты слева все включенные провайдеры и полученные ивенты. Здесь будут отображаться данные. А сверху панель для фильтрации. То есть если мы выберем все наши события, то вот здесь вот в данных мы можем их все посмотреть, плюс все данные. Помимо этого, Perfew еще позволяет нам выбрать те колонки, которые мы хотим видеть. Мы хотим посмотреть Activity ID, к примеру, URL, юзернейм, а также все оставшиеся колонки. Нажмем Enter. Что Perfew делает для нас? Он создает колонки из тех данных, что мы выбрали. Я не упомянул про такую хорошую, клевую штуку Perfew, как Activity ID. Пару слов о ней. То есть Activity ID – это реализация паттерна к Relation ID. Его суть очень простая. Допустим, мы логируем что-то на веб-сайте. У нас есть много реквестов одновременно от разных пользователей. И получается, что каждому в реквесте мы создаем новый притч-старт события. Чтобы эти события соотносить в одну сессию, используется Activity ID. Здесь видно, что у этих событий Activity ID 1-23, что говорит, что они принадлежат к одной сессии. Помимо этого, Perfew настолько умен, что позволяет даже показывать со стоп-событием продолжительность его, duration, millisecond. На самом деле, Perfew хорош всем. Для анализа логов что нам нужно? Нам нужна фильтрация, нам нужна сортировка, какая-то простейшая агрегация. Единственное, чем Perfew нехорош, это в нем нет графиков. Я считаю вот этой гистограммы сверху, которая показывает плотность ивентов во время трейса. Чтобы строить графики, чтобы их делать, я бы предложил воспользоваться другой утилитой. Она называется Windows Performance Analyzer. Windows Performance Analyzer входит в состав Windows Performance Toolkit. А его основная задача – это помогать системным администраторам, программистам находить проблемы с производительностью на их машинах. Интерфейс очень похож на Perfew. Слева у нас отчеты, которые можем выбрать. Например, простой отчет – это Generic Events. В нем, например, можно отфильтровать только события от нашего провайдера. Позволяет делать зум. Помимо этого, можем посмотреть в отдельности каждое событие с его данными на графике. Но причина, по которой я показываю Windows Performance Analyzer – это его фича, которая называется Region of Interest. Если мы откроем Properties, то сюда можно добавить файлик. Я добавлю файлик Activity ID. Что это за файл? Это XML файл. Его основная задача – сказать Windows Performance Analyzer, какие регионы нам интересны. Каждый регион определяется по старт-евенту. В нашем случае ID-1 – это Page Start. По стоп-евенту. В нашем случае это ID-2 – Page Stop. А также то, как события будут соотноситься. Я выбрал Activity ID. У них должно совпадать. Также можно задавать под регионы. Если этот файлик добавить, то у нас появится новый отчет. Он называется Region of Interest. Что он себя представляет? Он на самом деле состоит из нескольких. Давайте что-нибудь выберем. Например, вот так. Зазумируем. То есть первое, что он показывает – это все реквесты, которые происходили. Вот это все реквесты, которые у нас были. Мы можем уйти чуть-чуть ниже и посмотреть, что из этих реквестов было взятие имени юзера, а что было само выполнение транзакции. Но уже вот это добавляет чуть-чуть больше графиков и, в принципе, очень полезно, если помимо пользовательских событий, мы сейчас выведем события от garbage collector, такие как остановка всего приложения для очистки мусора. То, что я сейчас показал на примерах, это уже обработка, работа с файлами. А что делать, если нам хочется смотреть события в режиме реального времени? Для этого есть специальная утилита, она называется ELT. Давайте ее запустим. Что я здесь делаю? Есть ELT, принимает параметр A, в котором мы задаем ID нашего провайдера. Если сейчас это дело запустить, то через некоторые пару секунд в консоли мы увидим наше событие. Помимо этого, ELT также позволяет фильтровать события, которые она получает. Этот пример чуть более интересен. Что я здесь делаю? Вот эта ID-шка – это стандартный .NET-овский провайдер, который внутри CLA. Дальше мы говорим, что из этого провайдера мы хотим события с уровнем warning и у которых keyword равен 8000. Вот эту всю информацию можно найти на MSDN. Keyword 8000 означает эксепшены. Ну и в конце мы говорим, что из того, что ты получишь, пожалуйста, отфильтруй и покажи нам только WebApp Custom Exceptions. Все очень просто. Давайте запустим. Мы его запустили. Зайдем на наш второй метод, error, выполним. И что мы увидим? Мы увидели одно сообщение. И здесь можно обратить внимание, exception message 42, exception type WebApp Custom Exceptions. Если вернуться в наше приложение и посмотреть на наш контроллер, то в контроллере error, в методе error мы берем, вызываем getRandomNumber, в котором мы бросаем exception 42. Останавливаем. Следующее, что хотел бы показать, это использование Semantic Logging Application Блока в нашем приложении. Приложение у нас маленькое. Первое, что необходимо сделать, необходимо включить логинг. Как это делается? Semantic Application Блок предоставляет пару классов. Первый из них это Observable Event Listener. То есть мы включаем listener. Дальше мы нашему listener говорим, что пожалуйста записывай applicationlogger.log провайдер, логируем все. Следующим шагом, что мы делаем, мы берем и пишем наши события в файл на диске с указанием пути. В конце, если мы закрываем приложение, мы диспозим наш Event Listener. Если это дело запустить, запущен, вернуться на наш сайт, выполнять, подправлять события, то через какое-то время на диске мы увидим новый файлик. Он называется Logs.txt. И этот файлик пишет наша веб-аппликация. То есть сейчас, по сути, наше приложение работает как будто бы с инлогом, который пишет файл. Можем посмотреть, что внутри. Внутри, как и ожидалось, наши ивенты. Плюс этого подхода, нам не нужны сторонние приложения, мы просто пишем файл. Минус этого подхода. На самом деле, этот подход называется in-process logging, когда мы логируем три процесса. И основной минус, если процесс умирает, мы, возможно, потеряем события. Как этого исправиться? Как этого избавиться? Запускаем опять приложение, комментируем запись файл. Чтобы от этого избавиться, нам нужно делать логирование out of process. То есть запустить какой-то новый процесс, который бы эти логи сам писал. Для этого в Semantic Login Application Block есть специальный сервис. Он так и называется, Semantic Login SVC. Это Windows сервис, который можно либо установить систему, либо запускать из консоли. Его задача именно делать out of logging process. Логинг out of process. Давайте посмотрим его конфиг. Его конфиг, на самом деле, важным является только одна строчка, в которой мы указываем, откуда брать информацию о наших синках. Синки в терминологии Semantic Login Application Block это те таргеты, куда мы пишем наши события. Давайте посмотрим пример. То есть что я здесь делаю? Я выбрал синк, это flat file. Задаю имя файла, а также указываю, какой source я буду записывать. Как source я записываю наш провайдер из приложения. Помимо этого я задаю хидер, который будет вставляться после каждой записи. Теперь время запустить наш провайдер, наш сервис. Передаю ключ C, который говорит о том, что запустись в консольном режиме. Сервис запущен, он слушает. Теперь дело за малым, отправить события. События уходят. Надо отправить их несколько. На самом деле в WTW самое сложное – это страницу обновлять. Я думаю, достаточно. Нажимаем Enter. Смотрим. Появился файл semantic login svc runtime.log, как и ожидалось. Смотрим, что у него есть внутри. А внутри наше событие с хидром. Это пример от out-of-process логирования. Но у всех подходов, которые мы смотрели до сегодняшнего момента, у них была у всех одна такая проблема. Они все логируют на той же машине. А работать с текстовыми логами, во-первых, они всегда теряются. Во-вторых, нужно куда-то копировать, их нужно как-то бэкапить, или удалять через какое-то время. Поэтому есть следующий вариант. А что, если мы будем писать не в файл, не в память, а будем писать какой-то сторонний сервис? Под определение стороннего сервиса очень хорошо подходит Elasticsearch. Что я сейчас делаю? Я сейчас запущу докер-контейнер. Два докер-контейнера. Elasticsearch и Kibana. Они запускаются. Запустились. Давайте проверим, все ли работает. Я буду надеяться, что все работает. Я использую докер-бета для Windows. Ага. Что-то не срослось? Ну, да. Пока оно запускается, давайте посмотрим, как необходимо изменить логи для… как конфиги для нашего сервиса. svc.exe.config. То есть, чтобы демо заработало, в нашем конфиге необходимо изменить файл с синками. Сохраняем. Вторым шагом необходимо… Ну, я сейчас вам покажу, как выглядит логирование в Elasticsearch. Оно достаточно простое. То есть, мы указываем connection string. В нашем случае на локальную машину. Ой. Мы делаем это по IP-шнику. Ну, и указываем наш логер. Так, давайте дадим еще один шанс. А еще лучше перезапустить, наверное. Проверяем. Проверяем. Надеемся. Нет, не работает. Я подготовил демо. А, да. Там 9200 это используют. Elasticsearch и Banner используют 5601. Так, ну, ничего страшного. У меня есть маленькое видео, как это должно работать на самом деле. То есть, что мы делаем? Мы запускаем контейнеры. Вот так просто. После этого идем, обновляем страничку. Появляется Elasticsearch, интерфейский Banner. Это все работает. Действительно работает. После этого что мы делаем? Обновляем. Инциализируется. Появляются какие-то сообщения. Следующим этапом мы должны запустить наш сервис. Запускаем сервис. Передаем C. Запускаем в консоли. Сервис запущен. Приходим к самой тяжелой части. Отправляем ивенты. Генерируем какие-то события. Сейчас что происходит? Веб-аппликация пишет в ETW. Сервис из ETW вычитывает. И отправляет по сети все в Elasticsearch для долговременного хранения. И через 4 года мы сможем это все прочитать, а не потерять. Возвращаемся в Elasticsearch. Обновляем страничку. И вот чудо, нам надо еще чуть больше ивентов. Не успел наш сервис все записать. Отправляем чуть больше ивентов. Возвращаемся. Опять обновляем страничку. Вот, появились новые события. Вот они здесь. Что позволяет делать Кибана? Я не специалист в Elasticsearchе в Кибана, но она позволяет также выбирать определенные столбцы, которые мы хотим видеть. Мы их выбираем. Что мы выбираем? Мы выбираем URL-адрес и также trace ID, если я не ошибаюсь. Закрываем. Вот здесь вот видно, появились у нас две новые колонки. Что хорошего? Elasticsearch — это full-text search. Мы можем также взять и отфильтровать, например, все по event ID 1. Event ID 1 — это пейдж-старт. То есть сейчас на экране мы видим все события пейдж-старт, которые у нас были в приложении. Вот так на практике это работает. Да. На самом деле это была моя последняя демо. Пару слов как резюме по поводу ITW. Это семантический логинг. А семантический логинг — это хорошо. Это возможность не писать каждый раз при анализе логов какие-то программы, какие-то скрипты. А зачастую при разработке софта лог сообщений меняются довольно часто. Кому-то не хватает данных для анализа багов, добавляются новые данные, удаляются старые, меняется лог сообщения. Эта штука работает очень быстро. Можно не бояться запускать ее на продакшене. Как я уже сказал, полная поддержка в .NET. У нас есть обертка для всех типов. На самом деле уже в докладе про WCF сказали, что есть специальный Nougat пакет, который добавляет поддержку ITW. В Nougat пакете обычно самые последние изменения, которые со временем переходят в .NET Framework с новым релизом. Действительно много уже утилит написано. Из того, о чем я не рассказывал, но о чем стоит упомянуть, это, например, команда Chrome использует ITW для логирования. Или, например, второй пример – это Message Analyzer от Microsoft. Основная идея этой утилиты – это собирать и анализировать проблемы сети. Но штука достаточно крутая. Она позволяет анализировать логи Linux. Там их можно мержить, фильтровать и делать всякие интересные вещи. На этом все. Большое спасибо. Если есть вопросы… Да, у нас есть довольно много времени для вопросов, поэтому поднимайте руки. Микрофон. Я могу громко сказать. А на Linux это все работает? На Linux все работает. На самом деле это хороший вопрос в том плане, что даже было такое обсуждение на GitHub, на COSLA. А как, собственно, это все запустить на Linux? То есть вот мы логируем весь .NET Framework через ITW, и тут новая штука непонятная. И нет вопроса обсуждали, и в итоге, по-моему, пришли к хэстрейсу, к таким вот штукам. То есть это Windows технология. Она на всех платформах Microsoft работает, начиная там с 2000-й, а заканчивая… То есть там будет своя специальная заточка под Linux машину. То есть если мы .NET Core запустим на Linux, то в принципе… Через другие механизмы налоги должны писаться. Ага. А так можно писать с ITW, с Windows Phone, Windows Tablet. Со всего этого это поддерживается. У меня два вопросика. То есть вместо того, чтобы читать из Event Viewer, мы можем через ITW перехватывать все эти стандартные ивенты, которые операционка делает, и себе записывать. Правильно я понял? Тут, наверное, мне кажется, немножко… Можно ли так сделать? По сути можно, но мне кажется, Event Viewer не предназначен для такого количества событий. То есть он все-таки, если у нас более разумное количество событий отправляется. То есть да, можно писать в Event Viewer. Нет, но все эти события я в любом случае смогу перехватить сейчас. Да, да, да. Все со всей системы. Нужен админский доступ, по-моему, в большинстве случаев, чтобы запускать W. Но все события перехватить можно, да. А можно ли, а генерировать ли, допустим, Firewall? Установку соединения. Установку соединения. Да, это можно там вручную настроить, он там свой файл будет писать. А через ITW можно это прихватить? Он будет отдавать такое вообще в ITW? То есть тут вопрос, на самом деле, сводится к тому, реализовало ли это на стороне Firewall? Есть ли у них провайдер, есть ли у них для этого специальный event? Да. Та команда Lockman, если ее запустить, Lockman.probilProvider, она вернет все провайдеры из регистрированной системы. У меня на машине их там пару тысяч. То есть я бы сказал, что очень большая вероятность, что какое-то событие есть специально заточное под это. На память я, к сожалению, не скажу. А с какой версии Windows сервера начали поддерживать этот? ITW появилось 2000, но с каждым выходом версии все улучшается, улучшается. То есть 16, 12, 8 сервера, там это уже все есть, можно использовать. Есть там проблемы с другими вещами, но просто event и получить получится. Скажите, пожалуйста, а вот если, допустим, у нас на машине несколько инстансов приложения запускается, какой паттерн рекомендуемый, чтобы их разбирать? То есть они же все в одну кучу будут идти? Да, по факту да. То есть у них будет один и тот же ID-шка провайдера, у них будут одни и те же имена событий. Единственное, что их будет отличать, это ID-шка процесса, от которого они идут. Собственно, на основании ее можно делать фильтрацию из разных процессов. По умолчанию вам, наверное, еще пригодится включить специальный провайдер, который будет отправлять имена процессов по ID-шке, чтобы потом получить их. Но да, по ID-шке процессы, наверное, правильно. Спасибо. Еще вопросы? Да, сейчас. А в плюсах какая-нибудь поддержка есть? Хорошая, хорошая? Вот, кстати, с Windows 10, на самом деле, хорошая поддержка появилась. То есть .NET уже давно использовал динамические провайдеры, которые не надо регистрировать в системе. А если говорить про вот нативную часть, да, то в плюсах надо было генировать манифест, XML-ник здоровый, куда-то его запихивать, непонятно. И вот в десятке появились так называемые трейс, по-моему, логинг называется, механизм, который специально заточен на генерацию динамических событий. То есть там буквально пару строчек и уже появляется. Вообще-то такое рождение нативного мира. Еще один вопрос. А насколько гибко можно настраивать фильтры, чтобы выхватывать из всего вот этого потока только нужны эти бивенты? То есть фильтры на что мы можем задать? Можем задать фильтры, вообще включить логирование по ID-шке провайдера, по уровню, по информейшнему, критику, ворнингу и так далее, по кейворду, по таску, то есть вот по этим всем штукам, которые отправляются вместе в метод данных. Сама фильтрация, вот в примере, когда мы фильтровали по названию эксепшена, эта фильтрация уже происходит внутри самого конзюмера. То есть это вообще так только по методам данных.